Сколько денег нужно Нужно тебе сколько денег? Нужно, чтобы стать счастливым, сколько денег? Нужно, нужно тебе Немного там, немного здесь И вот уже есть миллионов шесть Вилла в Монако швейцарь еще Но надо, надо, надо еще Сколько денег нужно? Чтобы стать счастливым, сколько денег? Нужно, нужно тебе Сколько денег нужно, чтобы стать счастливым? Сколько денег нужно, нужно тебе. Говорит и показывает Москва. «Крылатые качели». Солистка Оля Новикова. Надя, в универсал бананы завезли. Да. Да я два часа уже отстоял. Сейчас там Танька стоит. Да. Ну ты ее подмени, слышишь меня? Давай. Папка! Папка! Ванька, ну ты дверь сюда шипешь, а? Привет. Привет. Мафон. Ну-ка, руки, руки. Мафон. Мадын Джапан. Здорово, Сапсон. Здорово. Ну че, как там, в Венгрии? Здрасте, дядя. Сжируют, гады. Здрасте. Пап, а ты жвачки-то привез? Жвачки? Валюты не хватило, тут жвачки. Ну, пап. Че? Ладно, давай хватай, Сапсон, все будет. Так. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, Ларик, это тебя держи. А что это? Ну, верни, посмотри, че. Пап, а мне? Рука в теплее, подожди. О, Петрович, держи. Смотри, класс какой. А че? Ликерник такой, уникум. Класс. Он такой, что это даже как-то неприлично. Да ладно, ты че? Лара, там все в таких ходят, там нормально все. Пап, а жвачка-то где? Так, ну-ка, грабли убрал свои. На, держи, вот, смотри. Перрари, понял? Ни хрена себе. Ваня. Так, ты при матери-то не выражайся, говнюк. Вот, на, держи. Ого. Живого тебе сколько. Красиво, посмотрю на ваше поведение. Так, поговори мне, чтоб со всеми поделился поровну, понял меня? Да сколько тут всем хватит? Советская эмоциональная политика ориентирована на поиски взаимопонимания, на диалог, на утверждение мирного сосуществования, как универсальной нормы в отношениях между государствами. Ого. А можно я пойду посмотрю? Уроки учиться сегодня. Как достичь этого и конкретная программа работы во имя сохранения и утверждения мира. Я сам посмотрю. Советский Союз действует и будет действовать на мировой арене серьезно и открыто, активно и честно. Мы намерены настойчиво и инициативно добиваться ликвидации ядерного оружия, радикального ограничения гонки вооружений, построения надежной, равной для всех государственной безопасности. На кассе сохранения мира об уздании гонки вооружений сильно и страстно прозвучал он сутки и даром оIG. Нитова не условно. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы отвращаемся к руководителям, к руководителям государства Ах ты! Ублюдок! Гаденыш мелкий! Убью тебя, убью гаденыша! Иди, принеси мне вейник, Замок не забудь! Аркашка, журтина, бороть тебя некому. Ну, чё, очка, на, проспался веселье, и видишь, ничего не осталось. У тебя же есть ещё. Дай хоть одну. Это НЗ. Анжела, видишь, в ломике? 36 цветов. Порисуем вечером? Подумаешь, у Вити из соседнего подъезда 48 цветов. У него польские, а это Япония. А машинка-то где? Очка, на, держи его! Дома, лови его! Ну что, попался? Пусти! Видали? Ах, ты крыса! Сейчас, пусти! Девчонки, смотрите, у нас какой амитаз грязный. Надо бы протереть. Отпусти! Давай! Отпусти, давай! Дромко булькает вода в дырке унитаза. Не забуду никогда Аркашева-долаза. Дебил, ты еще пожалеешь? Да ну, когда? Когда вырасту, ты еще в жопу меня будешь совать, чтобы я тебя простил. Чего ты сказал? Что ты сказал? Как вы все знаете, я родился и вырос в нашем Синеозерске. Детство у меня было трудное. Я вырос в коммуналке и видел проблемы простых людей изнутри. За четыре года моей работы мэром было сделано немало, но предстоит сделать еще больше. Я очень хочу, чтобы наш город, наш с вами любимый Синеозерск процветал. Поэтому я выдвигаю свою кандидатуру на второй срок. Спасибо. Спасибо вам, дорогие. Спасибо за доверие. Спасибо. Аркадий Борисович, кто ваши основные конкуренты? Мне некогда об этом думать. Слишком много дел. Скажите, когда вы озвучите вашу программу? На днях, на сайте администрации. А вашу кандидатуру поддерживает губернатор? Самое главное, чтобы меня поддерживал народ. Мэр Вандал! Мэр Вандал! Мэр Вандал! Мэр Вандал! Мэр Вандал! Мэр Вандал! Стойте! Виталики, стойте! Подождите, не трогайте. Отойдите. Вы, собственно, кто? Я Балинкина Марина Сергеевна. Доцент Синеозерского университета, а я твои студенты. Очень приятно. И в чем, собственно, дело? А вы не знаете. Нет, я не знаю. Не надо врать. По вашему указу сносят культурный памятник, а на его месте хотят построить торговый центр. Вандал! 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 Послушайте, какой памятник? Стена Синеозерского монастыря. Мы вот вчера со студентами ходили посмотреть на наши достопримечательности. Знаете, что мы увидели? Строительная работа. Подтвердите, ребята. Послушайте, это какая-то чушь. Этого не может быть. Синеозерский монастырь для нашего города – это ценность. Это наша история. Ему восемьсот лет. Знаете, это не чушь. Вот копия решения земельного комитета о том, земля передана на подстроительство к какому-то некому бизнесмену-аракеляну. Как странно, я ничего об этом не слышал. Но, быть может, мой заместитель что-нибудь об этом знает. Павел Юрьевич, это что такое? Аркадий Борисович, мы ведем переговоры по этому проекту. Просто не хотели вас беспокоить. Вот скажите, Марина. Сергеевна. Сергеевна. Почему мне приходится иметь дело с такими идиотами? Вы что? Совсем нюх потеряли? Вы хотите лишить нас наших корней, нашей истории? Ни в коем случае, Аркадий Борисович. Отменить. Все отменим. Просто там бумаги. Ты у меня эти бумаги жрать будешь, ты понял? Простите. Я всем вам, и конкретно вам, Марина, обещаю, что с нашей исторической ценностью ничего не случится. А мы, знаете, со студентами за этим проследим. Да, мы проследим. А вот это правильно. Доверяй, как говорится, но проверяй. И поэтому я приглашаю вас войти в общественный совет при мэрии. Ведь только благодаря таким честным и ответственным людям, как вы, мы можем спасти наш город. Спасибо. Спасибо вам, Марина. Спасибо. Извините, тороплюсь. Пойдемте. Это что за сучка такая резвая завелась? Сделай так, чтобы я о ней больше не слышал никогда. Понял? Сделаю. И не затягивайтесь с торговым центром. Я вам вечно жопу прикрывать не буду. Так это ж не я деньги задерживаю, а Ракелян. Пойдем, милая. Расходимся. Пойдем, милая. Пойдем, милая. Пойдем. А-а-а. Милая моя моя работает. К церкви. А-а. Виктор Степанович, приветствую вас. Привет, Аркадий Борисович. Что делаешь? Ну, что я могу делать? Тружусь на благо города. Делаю жизнь людей лучше. А мою жизнь лучше сделать не хочешь? Виктор Степанович, к сожалению, сегодня никак не могу. Работы очень много накопилось. Ну, приезжай вечером. Я трахаться хочу, кот. Виктор Степанович, я тоже хочу решить этот вопрос. И как можно скорее. Но войдите в мое положение. Я вечером супруге обещал время уделить. Ну, не хочешь, как хочешь. Я и сама с собой хорошо время проведу. И начну прямо сейчас. Виктор Степанович, не надо кричать. Хорошо, я буду. Я буду сегодня. Все, жму руку. Ну, что вы? Совещание экстренное назначил. Опять полночи этого козла старого слушать. Так тебя не ждать, Виктор? Нет, милая, не жди. Поработать немного надо. Аркадий Борисович, извините. Но вот человек, который русского языка не понимает. Я ему сказала, что у вас сегодня неприемный день. Так он никакой реакции. Все нормально, Лидия Алексеевна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да, спасибо, что принял меня. Я думал, может, пошлешь? Ну, что ты? Послушай, да кто помнит все эти старые обиды? Я очень рад тебя видеть. Ну, рассказывай, как дела? Да, ну, что? Все нормально. Все пучком. Живу там же. В нашей коммуналке? Ну, да. Обалдеть, с ума с... Хочешь прикол? Я до сих пор там прописан. Не стал выписываться. Пусть, думаю, в декларации написано будет, какой я скромный. Ладно себе. И как? Так, вроде, все нормально. Все пучком. Работаю на стройке. Экскаваторщиком. Хорошо. Ну, платье, правда, не очень, конечно. Так это у всех сейчас так? Ну, да, да, вот. Вот, ну, ну, бывает там по мелочи, знаешь, там, ну, недомовки с начальством. Что такое? Да, ну, придирается, что я... Аркаш, я, честно говоря, че пришел-то и обопросить тебя хотел. Ну, может, тебя есть возможность предложить мне, ну, что-то посерьезней? Ну, ты же сам понимаешь, в общем, ничего. Экскаваторщик не мой уровень. Может, поможешь? Вообще не вопрос, Самсу. Конечно, помогу. Ты где сейчас работаешь? Ну, на стройке, это третье управление, смотри. Так это вообще моя контора. Да ладно. Кто там у вас сейчас начальник? Ну, это, глядя, Головамзюк. А, Головамзюк. Этот пердун старый. Слушай, а давай-ка мы его уволим к чертям, а тебя на его место назначим, а? Как тебе такая перспективка? Да ладно, ладно, че, серьезно? Ну, конечно. А у тебя есть телефон его? Ну, да, есть. Давай. Сейчас. А, вот. Звони ему. Да ладно, че, Юрий? Позвони и скажи, Головамзюк, иди ты нахрен. Че, прям так и скажешь? Прям так и скажи, давай, набирай. Да ладно, ну... Набирай, набирай. Сейчас. Давай, давай. Алло, Николай Филиппович, приветствую. Да Самсонов беспокоит. Спасибо. Тут такое дело. Я сейчас нахожусь в кабинете у мэра. У нашего, да? В общем, теперь я начальник нашей стройки. А ты уволен. Кури бамбук, говна кусок. Кури бамбук, говна кусок. А ты кури бамбук, говна кусок. Вау. Кури бамбук, говна кусок. Кури бамбук. Самсонов. Хорошо. Вот. Аркаш, ну, что скажи, когда приступать? В любой момент. Все, готов. Одну формальность только владеть надо. Команда какую? Поцелуй меня в жопу. Чего? В жопу меня поцелуй. Помнишь ты, когда в коммунальной квартире меня головой в унитаз окунал, помнишь, я тебе сказал, ты меня еще в жопу целовать будешь? Скотина ты, а? Помнишь, да? Ну, что и за мэр такой, который не исполняет своих обещаний. А ты все помнишь, очканав, а? Я все оправдался. Я серьезно. Ну, вот, что-то хорош прикалываться-то. Да ты не волнуйся. Прямого контакта не надо. Через трусы можно. А то, мало ли, что ты этими губами трогал. Ох, ну, сюда. Не надо, самсон. Не надо. Сейчас прибегут этих головорезов. Сначала покалечат, а потом разбираться будут. Я их сам боюсь. Не надо. Проводите, товарищ. Ну, ты урод. Передумаешь, приходи. Должность ждет. Какое хорошее утро. Лидия Алексеевна, чашечку американо, пожалуйста. Хорошо, Аркадий Борисович. Аркаш, можно? Заходи. Реакция на уступление положительная. Электорат настроен позитивно. Так, с торговым центром что у нас? С Саракеляном поговорил, просит отсрочек, потому что сумма очень большая. Так, три дня ему даем. Все. Либо он делает этот взнос, либо отдаем это землю дагестанцам. Я понял, сделаем. Давай, действие злодействия. Аркаш, слушай. Мне москвичи звонят каждый день. Ну, насчет строительства этого промышленного кластера. Может, мы все-таки передумаем, а? Ну, а что передумывать, Паш? Я же четко сказал нет. Ну, просто ты подумай, там такие суммы. Огромный промышленный комплекс, госзаказ там. Бабки рекой потекут. А потом отходы потекут, так? Ну, помнится, кто-то мне говорил, что мы вроде как бизнесом здесь занимаемся, или нет? Слушай, родной мой, ты че такой трудный, а? Ну, посмотри, какой у нас городок прекрасный. Озера, луга. С этим кластером здесь же через год дышать нечем будет. Ну, мы все-таки здесь выросли. Спасибо, Лидия Алексеевна. И о людях тоже, Паш, думать надо. Не часто, но надо. Потом там, деньги этим москвичам какие-то сумасшедшие нужно отвалить. Мутная какая-то схема. Я все проверил, чисто там все. Жадность, Паша, должна быть умеренная. Комнатной температуры. Не знаю, я бы на твоем месте подумал бы. Вот поэтому, Паш, ты и не на моем месте. Слушай, Паш. Какой-то ты в последнее время напряженный. У тебя как вообще личная жизнь? В смысле? Ну, трахаешься часто? У тебя лицо человека, который очень мало трахается. Ты потрахайся, Паш. Хорошо. Нет, я серьезно. Восприми это как приказ начальства. Обещай, что прямо сегодня поедешь и потрахаешься. Обещаю. Все свободен. Очень плохое лицо. Николай Филиппович, ну, поэтому я вам сразу и звоню, ну. Ну, простите меня ради бога, ну, я, правда, я сам не знаю, как это произошло. Я сейчас грибов маринованных хватанул. Может, какой-то галлюциногенный попался. Тише. Вот меня отпустило, я вам сразу и набрал. А что вы сразу так грубо разговариваете-то? Ну, Самсонс, ну я ж просила. Слышь, только родителей не надо трогать, хорошо? Да, пожалуйста. Финдюк, блин. Ну, что, довольна? Друг детства, друг детства, блин. Сходи наладить отношения. Сходил, блин, наладил. Теперь новую работу искать. Ну, мог бы и не искать. В смысле? Ну, тебе же предложили работу. Начальник СМУ. Че, плохая работа, что ли? Подожди, Нина, ты не врубилась. Он мне реально предложил жопу поцеловать. Ну, и че такого? Ну, чмокнул бы разок. Тем более, он сказал, что можно через трусы. А это ж как, ну, ткань поцеловать. Все. Ткань? Нина, ты че, прикалываешься, что ли, ну? Юльке бы дубленку купили. Славику бы ноутбук. Наконец-то бы уже съехали вот с этой коммуналки. Нина, ты че гонишься, а? Дети, посмотрите, ваша мама поехала приезжать. Слышите, че она говорит? Ну, а что, может быть, через трусы не так уж и страшно? Да вы че, семья? Вы че хотите, чтобы ваш папа дядю в пупу поцеловал, что ли? Ты че, совсем охренели? Нин! Чего? Ну, чего, Вань? Ты понимаешь, что меня уже вот, вот, тошнит от этой коммуналки. У нас, вон, стояк уже неделю течет. Да, блин, я купил герметик, я замажу, все будет пучком, блин. Пучком? Да он через неделю снова потечет. Ты понимаешь, что я уже, я не могу уже вот это вот готовить, вот это вот все стирать, вот убирать, вот здесь все. А я хочу на море, я хочу нормально жить, да. Беде хочу, понимаешь? Идите, вы знаете куда? Семейка предателей. Мам. А? А что такое беде? Про гугли узнаешь. Ладно. Нет, нет, Сереженька, ты меня не понял. Я хочу, чтобы этот день города был для людей, как многократный оргазм. Сделаем пиво бесплатное, пусть нас живут же все. Дернем из Москвы какого-нибудь Стаса Михайлова, молодых там каких-нибудь препидориных, ну, кто там у них сейчас, я не знаю, там, Корш, Дорн, Фараон, кто? Короче, бабок не жалей, понял? Я хочу, чтобы народ от счастья дружно кипятком ссал. Да. Сначала дружно ссал, а потом дружно голосовал. Нет. Нет, нет, салют, дорогой, не надо. Они потом говорят, будто мы бабками в воздух стреляем. Негативно реагируют. Да. Да, ну все. Все, Сереженька. Все, давай, дорогой. Действуй, злодействуй. Пока. О, Самсон. Спасибо, свободно. Чего пришел? Один раз. Что один раз? Ну, это то, что ты говорила. Что? Поцелуй. А, ну, как хочешь, один, так один. Так через трусы. Хозяин, барин. Ну, что, приступим? И это правильно, Самсон. За должность нужно бороться. Лидия Алексеевна, зайдите, пожалуйста, и охрану пригласите. А что, зачем это? Чтоб свидетели были Самсону. А то, откуда я узнаю, что ты меня губами, а не пальцем трогал, да? Лидия Алексеевна, сейчас вот этот мужчина будет целовать меня в попу. Проследите, пожалуйста. Приступим. Лидия Алексеевна, был кантарь? Был. Че так вял это, Самсон? Вообще никаких ощущений нет. Ну, ладно. Вот теперь мир. Мир, мир. Че, когда заступать? Куда? На должность. А, слушай, Самсон, я тут подумал. Головамзюк, он же такой опытный специалист. Не можем мы с тобой его взять и уволить. Неделикатно это по отношению к человеку. Неправильно. Неправильно. Ну, нехорошо. Ну, а кем тогда я? Ты кем? Так а ты на биржу труда ступай. Наверняка там какие-нибудь вакансии найдутся. Ты че, ты че, ты че, ты че, ты че, ты слово дал? Ты слово дал, ты! Ну, а что я за мэр такой, который держит свое слово? Ты урок! А ты, Самсон, как был тупой, так и мэр остался. Пусти ты! Потянь это поцелуй и приходи. Какой хан? И не говорите. Черли. Виталик, ну че тащимся? Притопи. Да. Аркадий Борисович, здравствуйте. Мария Кирян говорит. Я по поводу торгового центра. У меня все готово. Это хорошо, что готово. А то мы уж беспокоиться начали. Так, ладно. Вечерком меня набери. Насчет завтра договоримся. Я извиняюсь. Вечером не могу. Ереван улетаю. Мама болеет. Не могли бы сейчас пересекнуться? Как же ты не вовремя со своей мамой. Где ты сейчас? В Санта-Фе. Ладно, будь там. Через 10 минут буду. Виталик, в Санта-Фе едем. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Мария Сергеевна. Здравствуйте. О, на умочке. У тебя пересдача помощь? Да, да, помню, помню. Здравствуйте, Лена Викторовна. У себя? Он просил не беспокоить. Я на минуточку. Даже не представляю, что сегодня случилось. Подожди, Марилочка, что ты делаешь? Я спасла Синеозерский монастырь. Послушай, здесь такая история произошла. Я сегодня со своими студентами ходила к... Марилочка, я уже в курсе этого всего. Ты послушай, мне звонили из мэрии. И поверь, там все не так просто. Ты же знаешь, какие это мерзавцы. Если они за что-то схватились, они же уже не отпустят. А ты своим идеализмом, видимо, перешла дорогу очень важным и серьезным людям. Ну, а что ты предлагаешь? Я предлагаю всем заняться своими прямыми обязанностями. Ты преподавай, воспитывай новое поколение. А эти мерзавцы пусть строят свои торговые комплексы. Их накажет история. То есть ты предлагаешь просто стоять и смотреть, как они сносят памятники культуры? Марин, у нас нет выбора. Эдуард Владимирович, не этому вы нас учили. Мариночка. Знаете, а я вот глаза на это закрывать не буду. Есть фейсбук, сообщество, есть коллеги, студенты. Я подниму общественность. Хорошо. Тогда ты вынуждаешь меня сделать то, что я делать категорически не хотел. Ты уводишь меня? Ну, я надеюсь, до этого же не дойдет. Пожалуйста, прислушайся к голосу разума. Вспомню, у тебя сын больной. Я, у тебя институт, у тебя преподавание. Это же Марина. Куда ты столько пьешь, Марина? Ну, о боже, Марина! Идите к черту. Мариночка, подожди, подожди, я не хочу ругаться. Хочешь увольнять, увольняй. Подожди, подожди. Ну, Марина, я же, я же люблю тебя. Присядь. Ну, я прошу тебя, я прошу тебя, отрекись, Марина. Галилей, он тоже отрекся, но остался великим ученым. Вот и возьми на работу, Галилей. Мариночка, подожди, Марина, Марина, подожди. Ну, я здесь уже, где ты? Где здесь, Бутин? Ты что, смеешься, что ли? Ну, ты даешь. Привет. Здравствуйте. Ну? Ты где есть-то? Я здесь. Ты чего сюда засел, Ара? Конспирация, Аркадий Борисович. Слышишь, конспиратор, а че грустный такой? Многовато. Кризис же. Не прибедняйся, Ара. Ты эти бабки через полгода отобьешь. Ты че, фильмы о шпионских насмотрелся? Это наш город, Ара. Нам здесь бояться некого. Стоять! Капитан Гнездо, Следственный комитет. Гражданин Аникеев, вы арестованы по подозрению о получении взятки в особо крупных размерах. Понятые, подойдите ближе. Спокойно. Убей вас, суку. Ну, это ж надо было додуматься. Пойти мэра взад поцеловать. Все сказал? А че ты орешь-то? Че я ору? Че я ору? Я жить нормально хочу! Мне беде подавай! Да? Слушай, ну, если ты на это решился, надо было как-то подстраховаться. Как тебе подстраховаться, а? Как подстраховаться? Надо было у него расписку взять. Да вот даже ребенок знает, как надо было! Иди, уроки учи. Я выучил. Че ты бубниешь? Расписку внуш. Ну, к пуль дай. При получении взятки с поличным задержан мэр города Синеозерска Аркадий Аникеев. Интересно, что только сегодня Аркадий Аникеев заявил о своем намерении баллотироваться на второй срок. После задержания мэр был доставлен в городской суд, который избрал меру пресечения, домашний арест по месту прописки. Все, без комментариев. Мне пойдет пишет. Время по следующим обязанности мэра назначен действующий заместитель Аникеева Павел Асимовича. Кто? Федеральная служба исполнения наказания. Откройте дверь. Пап! Пап! Туда. Квартира 9. Да. Здрасте. Заводи. Господи, Аркашка. А что стряслось-то? Прописанный по этому адресу гражданин Аникеев будет находиться здесь до окончания следствия. Где ваша комната? Пожалуйста, покажите, где ваша комната. Там. Пройдемте. Покажите конкретно, где. Где-то здесь была, а теперь нету. Пойдемте. За шкафом дверь. Разберемся. Стойте здесь. Я стою. Аккуратно. На тебя. Заходите. Вперед. Значит так, Аркадий Борисович, сейчас мы установим вам стационарный аппарат. С ним связан браслет, который мы закрепим у вас на ноге. Если вы отойдете от этого аппарата больше, чем на 50 метров, на наш путь поступит сигнал. Будь здоров. За нарушение поедете в СИЗО. Вам все понятно? Один мой браслет. Аркадий Борисович, поставьте, пожалуйста, правую ногу на кровать. Пожалуйста. Штанину поднимите, пожалуйста. Пожалуйста. Будь здоров. Спасибо. Видит его? Да. Аркадий Борисович, смотрите, кнопки вызова. Скорая, полиция, ну и мы. И все что ли? Нет, там еще внизу пиццу вызвать можно, и проституток. До свидания. До свидания. До свидания. Счастливо. А, господи. Самсон, послушай, это месть была. Это была месть. Ты меня, я тебя. Все у нас теперь один-один. Все по правилам, как этот рыцарский турнир. Я тебе хотел позвонить. Позже, правда. Вот, ну просто разыграть тебя немного хотела. Самсон, ну улыбнись. У нас же мир. Ты помнишь, у нас мир? Ну, Самсон, у нас мир. Мир. У нас мир. Мир. Дорогой. Нин, знакомишь-то. Это Аркаша. А это Самсон. Ваня. Вот парень. Он мне палец сломал. Самсон. Самсон, больше ему ничего не ломай. Я не того бинты на работе ворую, чтобы на всяких зяточников наматывать. Волнуйся, не буду. Твоя жена очень мудрая женщина. Ты ее слушай. Вань, пожалуйста, слушай. У меня на него другие планы. В смысле? Все, Нинок. Закончи свои мучения. Стирки, уборки. Все. Теперь у нас есть личный раб. Да? Что, простите? Много их хотел, Аркаш. Ты же слуга народа. А мы и есть народ. Так что, будешь нам служить. Послушай, Вань. Послушай меня. Самсон? Пожалуйста, послушай меня. Самсон? Погоди. Нина, Нина. Я правда говорю. Что-то себе позволять. Семайки. Что ты? Ай, пусти меня, сказал. Ужаешь? Пусти. А у нас здесь ничего не изменилось. Он сейчас будет стояк чинить. Понимаешь, что тряпочки примутаны? Вот это все снимешь. Просушишь. Герметиком зальешь. И пододри здесь все потом. Понял? Он не дашь нас будет помыть. Что ты сидишь? Ставай, ставай. Слука народа. Послушай, Самсон. Я в дерьме ковыряться не буду. Ты меня понял? Да ладно. Послушай, послушай. Я выйду отсюда через две недели максимум. Я решу все ваши проблемы. У вас будет все, что захотите. Вы ни в чем нуждаться не будете. Самсон, послушай меня. Самсон, подожди. Пусти. Все, что захотим, говоришь? Все, что захотите. Все, что захотите. Мамой клянусь, вот. Я что слушаю? Это же разводняк очередной будет. Нет, это не разводняк. В этот раз все будет официально. Мы бумаги оформим. Мы все сделаем, вот, ну, как надо. Пока все не подпишешь, отсюда не выйдешь. Понял? Вот, вот, сразу видно, деловая женщина. С вами можно сотрудничать. Заткнись. Юля, неси ручку и листик. Угу. Послушайте, а можем мы отсюда как-то немного переместиться в другое место? Потому что здесь запах немного, ну, креатива мешает. Квартира трехкомнатная. Квартирка будет отличная. У нас как раз на Симашко новостроечка есть. Там квартирки есть для бюджетников. У Симашко хорошая. Прекрасный район. Я себе, значит, три штучки там оставил. Ну, для особого случая. А вот как раз он, особый случай. Значит, там три комнаты, балкончик со стеклением, вок, квартирка, вок. С мебелью и ремонтом. Разумеется, разумеется. Машина. Немец. Машина, немец. Бэха. Бэха. Мне еще работа нужна. Работа, работа. Я думаю, для вас мы можем салон красоты открыть. А? Или еще лучше спа. 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 Давайте. Юльке в институт поступить надо. Мам. Чего? Тихо. Это вообще без проблем. На любой курс, на любой факультет решим напрямую с ректором. Слышечка, нам-то обманешь, я тебе башку в торгу, понял? Самсонов. Ваня, ну расслабься ты в конце концов. В этот раз вообще без обмана. И потом, что это за манеры? Почему он мне все время за горло хватает? Я вам в конце концов... Мама. Помогаю. А мне что? Что тебе? Во. А это как раз... Это как раз мой заместитель пришел вовремя. Пойдемте, я вас с ним познакомлю. Прекрасный человек. Пойдем, Ваня, пойдем. Вика, Паша, как я рад. Проходите, пожалуйста. Проходите. Я тебе тут вещи привязываю. Да, очень хорошо. Проходите. Проходите. Ну что, давайте ознакомиться. Это Паша, мой заместитель. Это Ваня, друг моего детства. Вот Ниночка, жена его, их детишки. А это моя супруга Виктория. Аркаша, что спать? Ничего страшного, сломал просто. Вот ведь Викуль, бывает как. Разбросает жизнь по разным сторонам. Но ничего. Теперь мы все вместе. Теперь мы одна команда. Вика, ты на какой машине сегодня приехала? На колене. На белом? Ну-ка, давай сюда ключи. Давай сюда ключи. Ну, быстрее. Вика, мы дарим Ване каен. Ваня, это теперь твое. И это только начало. Вика, надо формидарственный, поняла? В смысле? Я потом все объясню. Потом. Все вопросы, все потом. Пап, у нас что, теперь каен есть? Да, малыш, теперь у вас есть свой собственный каен. И если вы хотите его увидеть, спускайтесь вниз на улицу, он там стоит. Ничего не надо. Пойдем заценим аппарат. Да, сходите, зацените аппарат. Там во дворе такой белый турбоэс стоит. А то у нас во дворе много каенов. Боюсь, перепутал. Не перепутайте. Что это было? Ничего не было. Ни хрена я им не подарю. Так химчистку потом в салоне сделаешь. Так, давайте вперед, надо погладить. Вперед, вперед. Давай сюда. Ради. Так. В общем, Паш, я тут, короче, прикинул. Менты сработали не местные, московские. Короче, на Домина Аракеляна. Чтоб он забрал свое заявление и написал, что эти бабки в кафе он мне просто одолжил. Все, не заберет он заявление, Аркаш. Мне что тебя учить? Знаешь, сделать так, чтоб забрал. А зачем, если я сделал так, чтобы он его написал? Аркаш, не торопись, не торопись с решением. Подумай, это очень важный вопрос. Но ты же у нас патриота начал корчить из себя. Как так, Паша? Как? Я ж тебя из говна достал. Ой. И всего в какашечках на груди пригрел. Ты слишком сентиментальным стал, Аркашенька. А лидер должен быть жестким. А ты нас совести отрастил. Все в городе хотят этот класс. Все. Все готовы в него вложиться. Только ты в позу встал. Ты. Ты поняла, Вика? Он нас кинул. Ах ты, тварь. Тихо, тихо, бери руки. Не трогай ты меня. Ну ничего, Паша. Ты знаешь, сколько у меня бабок? Мне хватит десять таких вопросов, как ты закрыть. Я тебя закопаю. Я вас всех закопаю. Посу на вас сверху. Да нет у тебя никаких денег. Все бабки у жены твоей. Ну и что? Какая разница? Так, все. Когда ты и должна была это сказать. Аркаша, я понимаю, тебе сейчас без этого тяжело, но... Мы с Пашей месяц как любовники. Вика, ты что меня изменяешь с этой тварью? Как ты можешь, Вика? Кто бы говорил. Ты думаешь, я про твоих телок не знаю? Губернатор ему звонит. Да при чем здесь это, Вика? Ты жена моя. Законная, Вика. Вспомнил? Я давно тебя не интересую. Я давно тебя не интересую. Вика! 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 Викуля, постой! Вика! Ладно, Аркашенька, поедем мы, пора. Тебе надо как-то обустраиваться, да и у меня тоже гел по горло. Выборы мэра, а потом надо москвичам передать эти деньги твои из подвальщика, в общем, ну и кластер устроить, конечно же. Ладно, давай. Пока. А, самое главное, ты забыл, я выполнил твой приказ, потрахался сегодня. Паша! Нет, ну а что, ну было же, я выложился сегодня с утра. Нормально такое, пара, да? Да руками-то не лапай-то мне. Не пачкай. Что, правда, что ли, наш? Ночи нет, привыкай. Даже не верится. Хочешь, к Крыму на нем поедем? Че, Крым же наш. А может, Европа? К этим пиндосам. Зато красиво. Находишь к пиндосам, к пиндосам. Важно. Извините, можно ключи? Ну, вещи завали, а? Угу. Эй, 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 эй! Слава! Слава! Ты че, очка, нас? А? Кинуть меня решил? Где сколько жизни? Все, гораздо хуже, Ваня. Меня кинули. Чего? У меня больше ничего нет. Ты че любишь? Ты на списку писал? Квартира, машина, спа. Давай, саваня! Ваня! Ванечка, ты что, тупой? Я тебе говорю, у меня ничего больше нет. Где я тебе возьму квартиру? Высру! Она там. На, держи. Герметик. Зачем? Давай, шагай! Стояк будешь чинить! А знаешь, что сделай с этим герметиком, Ваня? Жопу замазь жене и детям своим. Понял? Че? Че ты вылупилась? Королева, блин. Спа она захотела. Вот оно, твое королевство. Вот оно, вот оно. Вот, вот. Вот оно, твое королевство. Ваня. Прости. Ванечка. Прости, не специально. Ваня. 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 Я тебя прошу. Ваня, не надо, я прошу. Я прошу тебя. Ваня, не надо. Ваня. Прось, сука. Слушай, Ваня, что? Ваня! Ваня, я прошу тебя. Это же общественный туалет, Ваня. Что ся, ваня? Ваня, я прошу тебя. Ваня! Конец. Всё, ну всё! Ваня! Не надо! Господи, прости. Казни египетские. Не, только не сердись, ладно? Он еще что, замоет. Правда, здесь все в лисе ему нет. Да правильно он все сказал. Вот мое королевство. Чего ты, Нин? Лучше бы я тебе тогда в ЗАГСе не отсказала. Нин! Чего ты стоишь-то? Давай убирай! Чего размазывай, давай! Чего ты размазывайся? А чего иди, а чего саму чеку промокни? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, как раз. Вот, садитесь на унитаз, держите его в натяжку, никто не войдет. Завтра мы поставим за щелку. Держите. Спасибо вам, дорогой мэр, за заботу о пенсионерах. Пожалуйста, только дождитесь, пока я выйду. Что ты сдох, Аркашка? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нинуль, ну я все замыл. Все чисто, как в аптеке. Ну, правда, Нин, все пучком. Слушай, а мы с этим сварюга, если не задором, мы решили немножко в очушке накатить. Может, присоединешься к нам? Нин, ну подай хоть признак жизни-то. Без комментариев, без комментариев. Обиделась. Ну, у нее всегда так. Обиделась, потом пройдет. А, в ЗАГСе бы она мне ничего не сказала. В ЗАГСе уже в пузе у нее Юлька была. Давай. Я самый Синеозерский, не знаю его, как никто. И теперь, когда наш прекрасный город избавился от главного кровососа, у нас с вами появилась возможность решить все накопившиеся проблемы. Поэтому я решил выгонуть свою кандидатуру на пост главы города. Ты смотри, как гладко чешет. Чтобы наш с вами прекрасный город у меня научился. И поэтому первым шагом будет строительство нового промышленного комплекса, или, как сейчас модно говорить, кластера. Это будет градообразующее предприятие, которое даст тысячи рабочих мест жителям нашего Синеозерца. Ничего. Я до тебя еще доберусь. Хрен, ты мне эти выборы выигришь. Пашенька. Очень благая водка. Ничего, ничего. Как говорит, наш губернатор, выход всегда есть. Он один раз в три миллиона долларов вжег. Когда узнал, что к ним с обыском едут. Да ладно. Три ляма. Это он на свободе. Никто, правда, так и не приехал. Думай, головой не кейф. Думай, головой. Знаешь, хочешь, ты по чесноку скажу. Тут по мне один хрен. Что ты, что он. Ну, вы все воры и уроды. Ну, что, не так что? Вы же всю Россию растащили себе по нормам. Вот тебе же похрен, как живет народ. Насрать. Правильно? А вы знаете бы, как сделал? Я бы вырыл яму. Собрал вас со всей России. И туда посадил. Без еды. И вот бы вы начали дурночку. Пожрать. А все бы стояли со стороны. И смотрели. Знаешь, что самое главное? Никому бы вас жалко не было. Блин, как же я сразу не догадался. Про яму? Могу устроить. Самсон, ты русский? Эфиоп. Не сидел? Типунтина язык. Бог миловал. Бог. Православный? Ну, а какой? Так. Русский. Православный. Не сидел. Жена, двое детей. Работал на стройке. Служил? ВДВ. Вот оно. Вот оно. Самсон. Ты будешь новым мэром. Согласен. Ты не понял меня. Я тебя сделаю новым мэром. Через два месяца выбора. Ну, ты же хотел новый уровень. Так вот, я тебе его обеспечу. Заодно и город от этой твари спасем. Самсон. Смотри, я помогу тебе, а ты поможешь мне. Ты будешь новым мэром, Самсон. Ты будешь новым мэром. Папа, к нам подступает говно. Ну, мне-то это за что? За мной в школе все пацаны бегали. Ну, Санька Петрова сейчас завод. Антон Михайлов сейчас фсбшник. Егор Баренов вот такого росточка был. Он облысел в седьмом классе. А сейчас режиссер в Москве. Говорит, так и я вот этот вот счастливый билетик вытащил. Горя, короче, Леха, все плохо. Ты что, закрой, остается? Закрой. Спит? Да. Пиваешь? Спасибо тебе. Марин, ну вот скажи, за что мне это все, а? За мной в школе все пацаны бегали. У Санька Петрова сейчас завод. Антон Михайлов сейчас фсбшник. Егор Котобаренов вот такого росточка был. Облысел в седьмом классе. А сейчас режиссер в Москве. Только я этот счастливый билетик вытащил. Не убежися. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Нужно, нужно тебе ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok